Спасибо большое. Действительно, проблема актуальная и очень интересная. Если говорить о морфологической оценке, то здесь можно сгруппировать те задачи, которые перед нами стоят, и те параметры, которые мы оцениваем, на диагностические, которые, собственно, способствуют постановке нозологического диагноза и определению степени потенциала агрессивного течения меланцитарного образования кожи. И если мы уже установили диагноз меланомы, то здесь, конечно, очень важно оценивать целый ряд прогностических, а зачастую предиктивных параметров, которые, безусловно, крайне важны для принятия решения о дальнейшей тактике лечения. Если говорить о диагностическом этапе, то здесь это одна из сложных областей для диагностики, в силу того, что дифференциальный диагноз в пределах меланцитарных образований сложен и неоднозначен. Он включает в себя оценку большого количества как архитектурных, так и цитологических характеристик образования. И мало того, что мы должны детектировать параметр, оценить его зачастую не просто качественно, а полуколичественно или количественно, мы еще должны взвесить каждый из параметров в соответствии с имеющимся клинико-эпидемиологическим контекстом, потому что вес параметров будет разниться от пола, возраста, точной локализации новообразования, каких-то внешних факторов в виде травматизации или хронического повреждения образования, а также целого ряда внутренних факторов, таких как гормональный статус, ростовой пик, статус беременности. И эта информация, конечно, крайне важна для принятия диагностического решения, и здесь мы не можем без помощи наших коллег-клиницистов. Что же касается параметров прогностических и предиктивных, когда мы уже диагноз меланомы установили, то здесь существует целый ряд подходов к стандартизации, оценки и внесения этих параметров в заключение или в репорт, есть международные рекомендации, которые в том числе легли в основу отечественных рекомендаций по оценке данных параметров при меланоме. Количество пунктов довольно большое, оно несколько разнится в различных руководствах, у колледжа американских патологов, которые являются одним из основных законодателей МОД с точки зрения стандартизации репортов, и несколько больше параметров в протоколах ICCR, это Международная организация по изучению рака, но принципиально все они делятся на так называемые облигатные параметры, которые должны быть в любом случае указаны в заключении, и факультативные. И те, и другие доказали свою значимость с точки зрения влияния на прогнозы течения заболевания, и некоторые из них являются в том числе компонентами стадии. Но начинается все с гистологического типа опухоли, и здесь мы не только должны сказать, что это злокачественное молоцитарное образование, но также отнести его к одной из групп с точки зрения патогенеза или механизма развития этой опухоли. И основным патогенетическим параметром в рамках действующей классификации и Всемирной организации здравоохранения признано наличие ультрафиолетового повреждения и степени выраженности этого повреждения, потому что они приводят к развитию различных по патогенезу и по молекулярному профилю меланцитарных опухолей. Чаще всего мы, конечно, сталкиваемся с образованиями, которые относятся к первым двум патогенетическим вариантам. Самый частый – это поверхностно распространяющаяся меланома. И здесь есть ряд терминологических нюансов, которые могут приводить к некоторой путанице, потому что поверхностно распространяющиеся меланомы на начальном этапе своего развития, в фазе радиального роста, могут иметь лентигенозный паттерн роста. Но это не соответствует отражению патогенеза их, потому что лентига малигна меланома относится к другому патогенетическому варианту и связана с тяжелым кумулятивным солярным повреждением, с другим молекулярным профилем, другой частотой, в том числе таргетных мутаций. Поэтому в этом отношении нужно очень аккуратно формулировать заключение, чтобы не смущать клиницистов и давать им адекватную информацию с точки зрения патогенеза новообразования. Если же говорить об образованиях детского возраста, то чаще мы сталкиваемся с теми образованиями, которые не ассоциированы с ультрафиолетовым повреждением. Опять же, в силу возраста у этих пациентов недостаточно времени для того, чтобы накопить те часы ультрафиолетового повреждения кожи, которые необходимы для реализации первых двух патогенетических путей. И чаще всего это, конечно, образование спецоидного ряда и чаще доброкачественное. Меланома кожи у детей – это, конечно, отдельная большая проблема, как диагностическая, так и клиническая. Что касается параметров, то первым и основным на сегодняшний день, определяющим в первую очередь стадию, наиболее важным для тонких, ранних новообразований, является толщина образования по бреслу. Здесь есть простые, четкие, понятные рекомендации по репортингу. Если образование не изъязвленное, то верхней границей, от которой мы измеряем толщину образования, является зернистый слой. Фактически он включает в себя все слои эпидермиса, кроме рогового. То есть если образование характеризуется избыточным гиперкератозом, он не учитывается при оценке толщины. Оцениваются только клеточные слои эпидермиса. И, безусловно, самой нижней границей образования является граница максимального инвазивного фронта. И пороговым значением, мы знаем, сейчас является 0,8 мм. Это, в общем, важный параметр, который определяет тактику. Если же образование изъязвленное, то измеряется максимальная толщина опухоли от дна язвы. Вообще само определение язвы требует уточнения, потому что это, конечно, параметр, который может и должен быть оценен именно гистологически. Впечатление о наличии изъязвления, которое может возникать клинически из-за наличия корочки на образовании, не всегда отражает действительное наличие дефекта эпидермиса. И с точки зрения морфолога должно быть соблюдено 3 обязательных критерия для того, чтобы назвать образование изъязвленным. Первое – это, конечно, полнослойный дефект эпидермиса с полным отсутствием базальной мембраны. Второе – это действительно проявление экзоцитоза или пропотевания жидкой и клеточной части крови с формированием такой фибриново-ликоцитарной пленки, которая и представляет собой субстрат вот этой вот корочки. И третий обязательный параметр – это изменение эпидермиса в краях образования, в краях изъязвления, которые могут быть в виде истончения, исчезновения либо реактивной гиперплазии эпидермиса. Более того, на сегодняшний день есть данные, которые говорят о том, что не просто сам факт наличия язвы, но также ее протяженность могут иметь прогностическое значение. И есть два подхода, которые позволяют этот параметр оценить. Это либо указание наибольшего диаметра изъязвления, либо указание отношения протяженности изъязвления к протяженности инвазивного или дермального компонента новообразования. И нужно помнить, конечно, о том, что есть целый ряд симуляторов, которые не только клинически, но и морфологически могут симулировать наличие изъязвления. И в ряде случаев это связано с неадекватной ориентацией фрагментов, с особенностями микротомии, но здесь, как вы видите, отсутствуют вот эти три параметра, необходимые для того, чтобы диагностировать наличие изъязвления. Об этом нужно помнить. Одним из важных прогностических параметров также является наличие микросателлитов. Это тоже история не очень простая с точки зрения оценки морфологам, потому что на сегодняшний день нету каких-то простых и четких, понятных линейных или размерных критериев, которые бы говорили нам, что должно быть какое-то минимально достаточное расстояние, чтобы два отстоящие друг от друга опухолевых фокуса назвать первичную опухолью и сателлитом. Единственное, что требуется для того, чтобы говорить о том, что это истинно сателлит, а не продолженный рост опухоли или протяженный рост опухоли, наличие неизмененной дермы или неизмененных тканей между первичным эффектом и предполагаемым сателлитом. Потому что если в этой зоне мы обнаруживаем рубцовые изменения либо воспалительный инфильтрат, то с высокой степенью вероятности это является проявлением самопроизвольного регресса, единого образования. И, соответственно, и толщина образования должна измеряться целиком, и его размер будет гораздо больше. Но здесь нужно помнить о том также, что есть ряд технических сложностей, которые могут приводить к артифициальной оценке образований, как имеющих сателлиты. И в ряде случаев это просто впечатление, связанное с неравномерностью образования в разных срезах и требует изготовления дополнительных срезов серийных для того, чтобы убедиться в том, что мы имеем дело действительно с сателлитами. Это, конечно, зона ответственности патологов, безусловно. Одним из важнейших параметров является для локального контроля оценка статуса краев резекции. Здесь нужно говорить о том, что есть ряд ранних этапов, которые позволяют потерять эту информацию, либо адекватно ее оценить. Первый – это, конечно, ориентация, адекватная фиксация фрагмента, которая исключает его деформацию. Мы нередко сталкиваемся с тем, что иссеченные образования кожи помещаются в емкости для фиксации несоответствующего размера, несоответствующего объема, что приводит к тому, что лоскут деформируется. Это затрудняет оценку истинных краев резекции. И обязательным условием является, конечно, маркировка краев специальными красителями, которые позволяют говорить о том, что мы оцениваем именно истинный край, а не край фрагмента, который оказался в срезе в силу способностей того, что ткань может изгибаться и неравномерно попадать в срез. Что касается самой оценки, то мы по действующим рекомендациям должны оценивать расстояние как до латерального, так и до вертикального краев резекции. Если клиницистам эта информация важна относительно того, какой именно из латеральных краев ближе к опухоли, либо потенциально поражен, они должны быть, конечно, соответствующим образом маркированы. С точки зрения патолога должна производиться оценка расстояния до краев резекции как дермального или инвазивного компонента, так и эпидермального или инситу компонента. И в ряде случаев опухоль инситу может обнаруживаться в том числе в вертикальных краях резекции. Это не является каким-то парадоксом. Чаще встречается, конечно, в поверхностных биоптатах, которые не включают в себя подкожно-жировую клетчатку, но могут включать концевые отделы придатков кожи, вдоль которых и могут особенно неинвазивные участки меланомы распространяться довольно глубоко. Одним из важнейших прогностических параметров является методическая активность. В предыдущей редакции ТНМ она даже была включена как один из компонентов стадирования. На сегодняшний день из стадии она выведена, но тем не менее это очень важный параметр. Он оценивается в так называемом ходспоте только в дермальном компоненте. Понятное дело, что в пределах эпидермиса, даже если опухоль формирует крупные гнезда, технически мы можем оценить наличие методических фигур, но при этом прогностическое значение имеет именно методическая активность в дермальном компоненте. И выражается она в штуках на 1 квадратный миллиметр. И тут нужно, конечно, сказать, что есть нюансы с точки зрения оценки, потому что нередко в тонких меланомах, меланомах начальных, дермальный компонент представлен в небольшом количестве, и его суммарная площадь может быть менее 1 квадратного миллиметра. В такой ситуации рекомендации нам прямо говорят о том, что нельзя амплифицировать или экстраполировать методическую активность в меньшей площади на эквивалент большей площади. То есть мы должны репортировать фактическое количество метозов в имеющейся площади, но выражать его просто в единицах на 1 квадратный миллиметр. Что касается уровня инвазии по Кларку, они же анатомические уровни. В предыдущих версиях подходов к репортингу этот параметр был облигатный для указания в заключении. На сегодняшний день значимость его потихонечку сходит, не то чтобы на нет, но уменьшается. И поэтому он перекочевал в факультативные или необязательные параметры для репортинга. Связано это в первую очередь с проблемами с воспроизводимостью оценки уровня инвазии. Что в свою очередь обусловлено тем, что различные слои дермы, которые являются теми зонами отсечки для определения уровня, не имеют анатомических границ. С одной стороны, а с другой стороны, они могут изменяться в зоне образования, растягиваться, может увеличиваться их протяженность или толщина, как за счет опухоли, так и за счет инфильтрата, которые довольно часто сопутствуют меланомам. Это, собственно, и приводит к тому, что оценка уровня разными патологами воспринимается иногда по-разному, иногда довольно здорово по-разному. Но, тем не менее, есть определения, они приведены на слайде, которые необходимо использовать для оценки уровня инвазии по Кларку. Уровень инфильтрации лимфоцитами опухоли для меланомы тоже является важным параметром, как для многих других солидных опухолей. Для меланомы он изучается довольно давно, и если обратиться к литературе, то имеется большое количество противоречивых данных. И если углубиться в эти статьи, то оказывается, что связано в первую очередь с различными подходами к оценке инфильтрата, с различными критериями, с различными параметрами, иногда с различными компартментами, в которых он оценивался. Это, собственно, приводит к тому, что инфильтрат приводит, так сказать, к разным уровням значимости. На сегодняшний день в рекомендациях КАП и ICCR приведен вот этот подход к оценке инфильтрации. Он учитывает как интертуморальную лимфоидную инфильтрацию, так и перетуморальную, и полуколичественно оценивает степень ее выраженности. В данной ситуации имеет смысл указывать, конечно, в репорте, какими рекомендациями по оценке этого параметра пользуется патолог. Этот же подход транслируется и в отечественных рекомендациях. Хочется сказать, конечно, несколько слов про признаки самопроизвольного регресса, потому что от 30 до 50% меланомы вообще имеют те или иные признаки регресса в пределах образования. К сожалению, на сегодняшний день эти данные гиперепортируются. Опять же, в силу большой распространенности, и, как правило, если образование довольно большое, толстое, и участки регресса не вовлекают в самые толстые отделы образования, то есть не влияют на стадию, эти данные могут не попадать в заключение. Но, тем не менее, литература свидетельствует о том, что при наличии выраженного регресса, который занимает 70-75% образования, у этих пациентов высший риск локорегионарных метастазов. И поэтому, конечно, наличие регресса и тем более выраженный регресс должен быть оценен и внесен в заключение. Более того, если большая часть образования регрессировала, это затрудняет оценку его толщины по бреслу и, соответственно, адекватную оценку его стадии. В такой ситуации, конечно, необходимо указывать, на каком уровне, на какой глубине фактически располагаются жизнеспособные клетки опухоли с одной стороны, а также на каком уровне располагается лимфоидный инфильтрат либо фиброзные изменения в дерме, что может быть косвенным свидетельством того, какова была истинная толщина образования. И может быть принято в расчет при планировании действий дальнейших с пациентом. И, безусловно, возникают вопросы, что делать, каким образом репортировать образования, которые оценены с точки зрения диагностических критериев, как имеющие неопределенный либо низкий потенциал злокачественности. На сегодняшний день это в определенной степени терра инкогнито. Каких-то стандартов либо общепринятых рекомендаций по репортингу этих образований нет. С одной стороны, судя по литературным данным, большая часть из них ближе по потенциалу и возможному течению к доброкачественным образованиям или к невусам, нежели чем к меланоме. Но, тем не менее, целесообразно все-таки для таких неоднозначных образований указывать в заключении их толщину, особенно если имеется дермальный компонент, анатомический уровень инвазии, ну, фактически, анатомический уровень расположения или залегания элементов образования в дерме, количество метозов в дермальном компоненте при его наличии, а также статус краев резекции, то есть отстояние образования от маркированного края резекции, что также поможет клиницистам планировать в дальнейшем наблюдение, либо, возможно, какое-то локальное вмешательство в этой зоне при необходимости. И, пожалуй, одним из самых полезных инструментов для этих образований является указание под DX-класса. Это такая суррогатная классификация, которая позволяет трансформировать то многообразие морфологических впечатлений, которые возникают при анализе мелцитарных образований. И не то чтобы фрагментировать вот этот биологический континуум, который, с одной стороны, включает доброкачественное образование, попадающее в класс 1, который не требует каких-то дополнительных вмешательств в зоне наличия образования, а с другой стороны, крайним проявлением спектра является уже, безусловно, инвазивная меланома в фазе вертикального роста. И вот эти вот последние классы 4-5, тонкие меланомы и толстые меланомы, конечно, требуют действий в соответствии с рекомендациями по лечению. Большинство образований с неопределенным потенциалом попадают в класс 2 или 3, и в зависимости от того, к какому классу патолог отнес это образование, в общем, клиницист может выбрать тактику локального воздействия, что очень полезно. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok